2022 год 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 Сотрудники полиции, стоявшие по периметру площади, не вмешивались. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев в Твиттере реагирует на происходящее и обещает разобраться. Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жан-Азене с учетом экономической целесообразности. В правовом поле демонстранты не должны нарушать общественный порядок. И несколько позже добавил, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях. Тем временем власть пресекала любые попытки возникновения похожей ситуации в других городах страны. Людей арестовывали в Нур-Султане, Актабе и Алматы, а главные площади закрыли для посещения. В других городах увеличилось присутствие полиции в общественных местах. Несмотря на это, к вечеру в городе Актау около 6 тысяч демонстрантов вышли на площадь перед зданием городской администрации, требуя снижения стоимости газа и отставки правительства. Аким Мангистауской области Нурлан Нагаев также выступил на митинги и рассказал, что правительство Казахстана снизило цену на газ для жителей данной области, а в отношении поставщиков газа началось расследование. Он призвал протестующих к поддержанию общественного порядка и предложил им провести конструктивный диалог с властями, но было поздно. Протест перешел в политическую плоскость. 4 января около тысячи человек собрались на акцию протеста в центре Алматы с лозунгами «Старик, уходи!» и «Вперед, Казахстан!» Полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Постепенно волнения переносятся и на другие города страны. По всему Казахстану проходят сотни задержаний, в городе блокируется мобильный интернет, а позже мессенджеры и соцсети по всей стране. В тот же день президент Такаев записывает первое видеообращение к нации. Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи. Не портьте свои жизненные пути. Не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие. И место нашей страны в современном мире. В ночь с 4 на 5 января в Алматы некоторые участники протестов стали поджигать полицейские автомобили. В город въезжает военная техника, которая по каким-то причинам отступает под натиском протестующих. В Мангистаусской области и Алматы вводится чрезвычайное положение. К концу дня оно будет введено на территории всей страны. В Казахстане полностью отключают интернет, в результате чего жители начали массово снимать наличные, а к банкоматам выстроились очереди, так как из отключения интернета прекратила работать оплата по банковским картам и через мобильные приложения. Многие протестующие не останавливаются и по всей стране захватывают правительственные здания. Жгут полицейские автомобили, захватывают в плен военных, аэропорты и технику. Активизируются мародеры. В Казахстане воцарилась анархия. В Талдыкаргане сносят памятник Назарбаеву. Днем 5 января Такаев распускает правительство и снимает с должностей ключевых чиновников, в основном лояльных Назарбаеву, ставя на их место своих. Самого Назарбаева Такаев смещает с должности, с этого дня объявляя себя председателем Совета Безопасности. Помимо Алматы, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах, в связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимые меры. Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня, председатель Совета Безопасности, намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ. Вечером того же дня Такаев обращается к лидерам организации договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан с просьбой о поддержке в борьбе с бандитами и террористами, как теперь официально называют в Казахстане протестующие. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза. На самом деле это подрыв целостности государства. И самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии и безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по организации договора о коллективной безопасности считаю абсолютно уместным, своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы, естественно, победим. На следующий день, 6 января, бои на территории Казахстана продолжились. Постепенно на территорию страны стали стягиваться войска ОДКБ численностью около 3,5 тысяч человек, по большей части из России, которые стали брать под контроль захваченные протестующими объекты инфраструктуры Казахстана. 7 января Такаев выступил с новым обращением к гражданам, где заявил о постепенном восстановлении порядка и разрешил войскам стрелять в протестующих без предупреждения. Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государства участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. Демократия – это не вседозволенность и тем более неподстрекательство, в том числе в благосфере, к противоправным действиям. В своем выступлении по случаю 30-летия независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны. И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств. Это вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человека. Напротив, как показала трагедия Алма-Аты и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алма-Аты от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личные имущества мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Напомню, по моему предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собраниях граждан. Этот закон, по сути, большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний, причем в центральных районах всех городов страны. Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят. Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности. Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демалоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма. В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное не допустить повторения таких событий в будущем. Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности. Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячей линии. Мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Но предупреждаю, что свободный доступ в интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов. Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Впереди большая работа по извлечению уроков, пережитой нами трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажлесе. 8 января глава Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший премьер Карим Масимов будет обвинен в госизмене и помещен в СИЗО. По ТВ показывают протестующего, который говорит о том, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. За это некие люди заплатили ему 200 долларов, дополнительно оплатив перелет и разместив в одной из квартир Алматы. В безработном люди достаточно быстро узнали известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который прилетел в Казахстан для проведения концерта. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция в поддержку Викрама, и 10 января он был отпущен, сразу же улетев на родину. По данным МВД Казахстана, в первые 10 дней в связи с беспорядками было задержано 10 тысяч человек. Пострадали несколько тысяч гражданских, а погибших данных нет. Ранено более 1300 силовиков и погибли 17. 10 января объявлен днем общенационального траура. Спустя 10 дней о Елбасы Назарбаеве, получившем на своих последних выборах почти 98% голосов избирателей, ничего не известно. Последний раз он появлялся на публике 28 декабря 2021 года на неформальной встрече глав государств СНГ в Петербурге. Сел в автомобиль, после чего от его имени говорил пресс-секретарь. Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Бывший глава страны призвал всех сплотиться вокруг нынешнего президента Казахстана Такаева. Сообщил он гражданам страны. Конечно, пока Назарбаев сам не появится на видео и не повторит все вышесказанное, люди будут задаваться вопросами. И ведь занятная получается картина. Ты 30 лет строил государство под себя, правил законы, в культ личности были вложены огромные ресурсы, множество судеб было сломано. И все равно конструкция рухнула буквально за пару дней. Бессменная диктатура, как дьявол, поглощает даже самых лучших из нас, превращая благородные побуждения в пыль и заставляя все глубже погружаться в дебри лжи и распада. Одни держатся дольше, другие меньше. Однако в конечном итоге она возьмет свое и рано или поздно рухнет, не имея под собой почвы для дальнейшего насыщения. Режим елбасы здесь не стал исключением. Хотя все могло бы быть по-другому. Как написано в Конституции, там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери, мои советники никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. Американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max в скором времени покажут документальный фильм «Навальный». Его события охватывают временной промежуток от лечения Алексея в берлинской клинике Шарите, после отравления новичком в Томске, вплоть до момента взятия под стражу в аэропорту Шереметьево. Да уж, этот день я собирался провести красивым и нарядным смокинги с бокалом шампанского на премьере, но проведу, как обычно, в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая. Рассказывает о своих впечатлениях от съемок в фильме «Навальный». Но ничего, это делает историю еще занимательнее. А шампанского и вы за меня выпьете. Несколько месяцев, с момента выхода из комы до ареста, была в моей жизни фраза, которая реально начинала бесить. Слышал я ее часто, а звучала она так. «Вокруг тебя происходят безумные события, ну как в кино. Ты обязательно должен все снимать и выпустить документальный фильм о происходящем. Обязательно, обязательно, обязательно». И очень хотелось уже сказать «Да отстаньте, снимают уже фильм, снимают». Но нельзя, все надо было держать в строгом секрете. И на самом деле, еще в больнице мы решили, все происходящее, новичок, отравление, больница, охрана, слишком дико, чтобы это не снимать. И хоть я терпеть не могу формат «Вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать», решил, что стоит попробовать. Юля вздохнула и тоже согласилась. Детям деваться было некуда. Ну и начали снимать. Сначала это было Певчих, буквально просто с айфоном. Потом мы случайно познакомились с молодым режиссером Дэниелом Рохером, который изначально делал фильм про Христа Грозева, а снял в результате про нас. На всякий случай снимали все. Как я лечился и восстанавливался. Как вместе с Христа начался триллер с расследованием и обнаружением банды отравителей из ФСБ. Как я звонил своим убийцам. Снимали, как снимали «Дворец Путина». Ну и так далее. Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне «Пройдемте». Ну а теперь есть две новости. Плохая и хорошая. Плохая? В тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max, где этот фильм покажут. Хорошая? Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите. В общем, смотрите сами и обязательно расскажите мне, что там получилось. Жутко любопытно, сами понимаете. Также Навальный рассказал о праздновании Нового года в колонии в Покрове. Новый год в тюрьме, конечно, бьет в коллекции необычных празднований всякие вами любимые «Мы отметили на пляже» и «А мы в летящем самолете». Не ясно, сколько таких празднований мне предстоит, но первое, конечно, запомнится. Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет и не сыпят ничего. Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то он гражданский, а это бардак. Поэтому с помощью щитов фанеры их делают квадратными. Хоть и идиотство, а для меня это ностальгия по детству. Шапка-ушанка, белый снег, квадратные сугробы. Как будто мне снова 9 лет, и я иду к папе на работу в военную часть. Какого-то подобия праздничного ужина тут нет. Большое разочарование. Думал, будет хоть формальный мандарин. Зато более важное – разрешили не спать до часа ночи и все это время пользоваться кухней. Вот тут и начались гастрономические чудеса. Щедро вскрыты запасы, так что и мандарины были, и торт, и даже кока-кола. За 30 минут до Нового года в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков, то есть нами, пляшут несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит, отдел воспитательной работы снимает на камеру. Классический момент, когда абсолютно всем стыдно и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Когда Дед Мороз попросил ребят почитать стишок, 71-летний Валера, тяжкий телесный, ударил соседа ножом. Неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там были строчки. Дед Мороз, освободи нас по УДО. Если не всех, то хотя бы через одного. УДО Дед Мороз не обещал, но дал Валерий горсть конфет. Просыпаться разрешили в 7 утра. Я все равно проснулся в 5.30, как обычно, и просто валялся в кровати. И когда в 6.45 встал и лениво пошел умываться, чувствовал себя сиборитом в шелковом халате, который на утро после шумной вечеринки идет из спальни в аквадискотеку. Еще обещали зарядку 1 января отменить, но, видимо, решили, что у зэков будет передоз комфорта, и они могут не выдержать. Но зарядка в 7 утра – это очень-очень ок, поверьте. Так что очень хороший был праздник. Мне понравилось. Надеюсь, вы тоже хорошо отметили. 11 января президент Казахстана Такаев объявил о завершении миссии ОДКБ, и уже 13 января начался вывод войск из страны, который продлится 10 дней. В 14 регионах Казахстана отменили критический красный уровень террористической опасности, в некоторых областях еще продолжаются зачистки и задержания. Младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия тем временем назвала произошедшие события трагическими и поблагодарила жителей Казахстана за поддержку отца. Вскоре после этого ее страницы в соцсетях по каким-то причинам были удалены. Демократическая партия США представила проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских чиновников, включая впервые Путина, а также против ключевых банков России на случай, если Кремль начнет военные действия против Украины. На самом деле слабо верится, что Путин пойдет на это в открытую. Современные войны так не ведутся. Сегодня сперва подготавливается общественное мнение, после чего агрессор выдает себя за ущемленного в правах совершенно мирного обороняющегося, а сама война официально ведется чужими руками. В нашем же случае войска собираются у границ показательно открыто. На фоне возможного вторжения власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а Альянс должен прекратить расширение на восток. В частности, Россия выставила требование не принимать в НАТО Украину. В конце концов, переговоры провалились. США и их союзники отвергли предложение Путина по ключевым пунктам, а Путин отказался отводить от границы войска. На этом фоне несколько подсел в стоимости рубль, и 13 января торгуется на уровне 75-76 за доллар. Также разговоры о вступлении в НАТО появились в тех странах, которые еще вчера придерживались полного нейтралитета, например, в Финляндии и Швеции. А то мало ли что с таким-то соседом. НАТО со своей стороны обещает принять их в короткие сроки. Но вернемся к санкциям. В случае российской агрессии в отношении Украины, сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его американские активы. Те же ограничения будут применены и к Мишустину, Шойгу и Лаврову, а также всем, кого Вашингтон сочтет причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников Путина и близких к нему бизнесменов. Под ограничения попадут российский внешний долг и Северный поток-2. Геополитика – это хорошо, но не нужно забывать и о том, что происходит внутри страны. 12 января активиста из Архангельска Андрея Христофорова приговорили к одному году лишения свободы условно, признав виновным в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, в июне 2019 года Андрей сорвал стоп-кран в вагоне поезда до станции Шиес. Надеюсь, никто еще не забыл, что такое Шиес, и мне не придется возвращаться в то тяжелое время. Тогда полиция потребовала, чтобы активист прошел вместе с ними для составления административного протокола. В показаниях полицейского говорится, что Христофоров ударил одного из сотрудников МВД шокером и получил ответный удар в область ноги. В то же время Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 23 января в поддержку Навального, 21-летнего Вячеслава Игумного, к пяти годам колонии общего режима. Вячеслава признали виновным в хулиганстве и применении насилия к полицейскому. По версии следствия, во время протестов Игумнов зажег и бросил фаер в сотрудников полиции. Никто не пострадал. Обвиняемый признал вину. Ровно год прошел со дня возвращения Алексея Навального на родину из берлинской клиники Шарите, где он проходил лечение от отравления новичком. Даже не дойдя до погранконтроля, политик был арестован и уже спустя сутки отправлен в СИЗО, а после — в колонию. Как это было, вы можете посмотреть из хроники. Ссылка появилась на ваших экранах и есть в описании к видео. А мы переносимся в 2022 год. 16 и 17 января в десятках городов по всему миру прошли акции в поддержку политзаключенных в России, в том числе Навального. Maybe there's some good hearts hanging on and on Maybe there's some new stars going on and on Maybe some never grow up Maybe some never stop Pick a destination Pack the bag Hold on Hold on Hearts are born to change Shift and find a way We're all a part of a play Oh, ними полет Продолжение следует... 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 Ничего... Продолжение следует... 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 но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непроходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. И эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия. Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, которые я проводил, находясь на посту главы государства. Тем временем родственники пенсионера Назарбаева лишаются должностей и спешно покидают страну. Так что все верно сказано. Никакого конфликта элит тут нет, просто совесть проснулась. 17 января бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев на суд по своим уголовным делам, заведенных уже после отставки с поста главы государства. В аэропорту Жуляны его встретили несколько тысяч сторонников. Пообщавшись с ними, Порошенко отправился в Печерский суд Киева, где прошло заседание суда. Приговор в тот день так и не был оглашен. Заседание перенесли на 19 января. Дата возвращения бывшего президента Украины на родину, очевидно, была выбрана не случайно. Именно в этот день, год назад в Россию из Германии после реабилитации от отравления новичком, вернулся Алексей Навальный. Тем интереснее провести здесь параллели. Сторонникам Порошенко дали собраться у аэропорта, все прошло спокойно и без задержаний. Сторонников Навального же не пускали на подход к аэропорту. Многих задерживали еще за несколько дней до прилета, мало ли что, а кому посчастливилось пробраться во Внуково, уже и там. Была запущена так называемая группа поддержки Бузовой, чтобы, не дай бог, сторонние люди не подумали, что это кого-то другого так встречают. В один момент ОМОН не выдержал и стал оттеснять людей из аэропорта. А самолет с Навальным все не прилетал и не прилетал. Расписание посадки постоянно менялось. Порошенко спокойно вышел к ожидающим его людям и поговорил с ними, затем отправился в здание суда. В последний момент самолет с Навальным было решено отправить в другой аэропорт, в Шереметьево. Занятный факт. Выезд из Внуково на некоторое время перекрыли полностью. То есть люди не могли добраться до Шереметьево, даже если бы захотели. На тех, кто просто прилетел в Россию и хочет отправиться домой или в гостиницу отдохнуть, плевать, потерпят. В момент приземления Навального в Шереметьево до аэропорта смогли добраться около сотни сторонников. Навальный был задержан прямо на погранконтроле и тут же отправлен в здание ОВД Химок, где на следующий день состоялся, как-то назвать, суд. Съемки не было, допущены только live news. Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда и рассматривается вопрос о моем взятии под стражи по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойки Уголовно-Профессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Иначе я это назвать не могу. Заседание по делу Петра Порошенко проходило в онлайне и длилось более 11 часов. Приговор в тот день вынесен не был. Судья провел в совещательной комнате 5 часов. Навального арестовывают на 30 суток и увозят в неизвестном направлении. Позже ему добавят срок. На свободе он больше не покажется, обрастет уголовными делами и будет общаться со сторонниками только письмами. Путин так и не произнесет его фамилию. Но, конечно, это еще не конец истории. ЕСПЧ присудил 29-летнему активисту «Другой России» Дмитрию Коруеву 12 400 евро компенсации за арест на 15 суток в 2012 году, когда тот плюнул в портрет Путина. Во время акции у дома правительства Чувашской республики в Чебоксарах активисты организовали возложение портрета Путина с датами 1952-2012, перевязанного белой лентой. К изображению они положили две гвоздики и рюмку водки с хлебом, после чего Коруев плюнул в портрет. На суде Дмитрий рассказал, что таким образом хотел выразить протест против действий и политики Путина на посту президента и председателя правительства России. Команда Навального получила реальные фотографии интерьеров Дворца Путина. Да-да, не удивляйтесь. И сравнил их с визуализацией, представленной в знаменитом расследовании. Мы-то уже внимательно посмотрели эти полтысячи прекрасных фотографий, которые нам прислали со стройки, поэтому так загадочно улыбаемся. Сюрприз. Путин оказался гораздо хуже, чем мы даже представляли. Если вам казалось, что в фильме с интерьерами мы перегнули и преувеличили и приукрасили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания. Мы покажем вам реальные снимки большинства помещений знаменитого Путинского дворца. Мы рассмотрим их вместе, обсудим, подробно разберем. Что же, давайте пройдемся по некоторым фото. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дата ДимаTorzok 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 на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чеченской Республики. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение, и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. 22 января Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, а Абубакар записал обращение к россиянам и Путину. Кадыровцы похитили мою маму. И сделали они только из-за того, что Кадыров не терпит инакомыслия и не терпит критику в свой адрес. Я и члены моей семьи много раз были уличены в этом. Мы терпеть на дух не переносим Кадырова и все то, что он делает в Чечне. Все эти пытки, похищения, убийства, все эти откаты, махинации, все оскорбления, унижения стариков, похищения женщин, беременных женщин, убийства людей. Мы это все терпеть не можем и всегда будем об этом говорить. Меня волнует сейчас только одно. Это состояние физическое состояние моей матери, потому что она диабетик. И когда ее похищали, она просила дать ей уколоть хотя бы инсулин. Но они не позволили это сделать, даже это. И под стрессом особенно у диабетиков сильно вырастает сахар. И это плохо всегда заканчивается. Еще она болела ковидом, но это им не помешало. У нее в целом была уважительная причина вообще не выходить из дома. Она даже не могла выйти из дома. Но они ее похитили. Они знали об этом и они это сделали. Я не понимаю, куда смотрит Кремль, кого они поставили в Чечне у власти, почему из всех интеллектуальных, эрудированных и умных людей, которые могли взяться из Чечни, решили поставить туда во главу самого тупого, мерзкого и просто садиста. Почему садист должен возглавлять Чечню? Я это не понимаю. Сколько еще должно там умереть людей? Сколько еще должно быть запытано душ для того, чтобы это уже наконец осознали? Владимир Владимирович, я думаю, что уже настало время поменять главу Чеченской республики. Этот уже все закончился. Ну все, это край. Дно не просто пробито, оно прям уходит. Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека. Люди готовы идти на диалог. Ну не нужен такой вот человек, который даже разговаривать не умеет, а может только похищать людей. Не нужно думать, что это фантастика, это реальность, и он это подтверждает своими высказываниями. С своими высказываниями, он вам же противоречит. Вашему предсекретарю он противоречит. Это фантастика, о которой вы думаете. Будет это российские реалии в будущем. 23 января суд назначил за ремя 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского. А родственники Абубакара, находящиеся в Чечне, не появляются дома и не выходят на связь. Вы понимаете, когда вот сейчас люди начали смотреть реально то, что происходило за последние годы, они увидели и осознали, что их обокрали просто. Тривиально обокрали. Полная нищета с одной стороны, и рядом же дворцы. На какие деньги? За счет кого все это сделано? Уровень нищеты переходит всякий границ. А в то же время мы рядом наблюдаем вот эти дворцы, возникшие неизвестно какие деньги. 2000 год. Речь идет о Чечне. Великий актер нашего времени. Идут годы, а он все так же хорош. Тем временем на дворе 2022 год, а в поселке с классным названием 8 марта, что в Волгоградской области, люди живут, мягко говоря, не во дворцах. Инфраструктуры нет, так что ходить в магазины, школу, больницы, они вынуждены в соседний поселок, по такому вот интересному мосту. Каждый проход – настоящее приключение. Кошмар. Вот, мы стоим, ждем, пока пройдут люди. Теперь наша очередь. Это кошмар. Просто кошмар. Еще ужас. Потом придет весна. Мы так же не сможем перейти через мусор. А мы держимся. У меня током здесь не шибанет, слышь. Я говорю, у меня током здесь не шибанет. Я за это взялась. Переносимся в Хабаровск. Краевой суд отменил постановление о штрафе и прекратил административное дело в отношении журналистки Татьяны Хлистуновой. Ей вменяли неуважение к власти из-за стихотворения про Мишу и Вову, где внезапно углядели намек на губернатора Дегтярева и Путина. Сама Татьяна ранее говорила, что совпадения с реальными персонажами абсолютно случайны. И, конечно, раз уж такое дело, не могу оставить вас без оригинального исполнения. Иначе картина была бы неполной. Меня зовут Миша. Я с Вовой дружу. Всегда вместе с Вовой за ручку хожу. Тупой пала, хуйню несу я. Единственный козырь, тупа моя. Народ не ценил я и нес ерунду. Теперь вместе с Вовой я и пойду. 25 января на фестивале независимого кино «Санденс», прошедшем в Солт-Лейк-Сити, была представлена мировая премьера документального фильма «Навальный», снятого каналами CNN и HBO. Он стал секретной десятой картиной, показанной на фестивале. Те, кто внимательно следил за нашей программой, могли заметить, что в конкурсе документальных фильмов США были представлены только 9 картин. Их же должно быть 10. И сегодня мы объявляем десятый и последний фильм программы. Это «Навальный» Дэниела Ройера. В «Навальном» режиссер показывает смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине, говорилось в анонсе. Сам Дэниел был несказанно рад, что премьера состоялась именно на «Санденс». Смелое противостояние несправедливости, выраженное в кинематографе, заложено в ДНК фестиваля «Санденс» с момента его создания. Мы с командой не можем представить себе премьеру на любом другом фестивале. Мы очень рады, что зрители «Санденс» первыми увидят наш фильм и станут свидетелями невероятного мужества Алексея Навального. Фильм можно было посмотреть онлайн в момент премьеры. Стоимость виртуального билета — 20 долларов. Правда, доступна только для жителей США. Благо, есть такая штука, как VPN. Повторно картина будет показана 27 января в 18.00 по Москве, а после сразу отправится на стриминговые сервисы CNN Plus и HBO Max. Будете смотреть. В одной части планеты Навальный — герой, прошедший через огонь и воду ради процветания своей Родины, а для другой — экстремист и террорист. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова, Лилию Чанышеву, Руслана Шавиддинова и Вячеслава Гемоди уже догадались в список экстремистов и террористов. Несколькими днями ранее реестр пополнили Леонид Волков и Иван Жданов. У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осужденные или обвиненные по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера. Вы только посмотрите на этот взгляд. Едет, планирует что-то и всегда успешно. Это вам не добряк Кадыров, который без России не видит своего будущего. Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкелет, что мы будем жить, что мы сможем жить отдельно как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца. Даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем. Даже первый месяц. Если опаздываем, у нас какой бывает чум, вы знаете. А представьте, Россия за год именно за республику, за содержание народа Чеченской Республики за 300 миллиардов деньги тратит. Откуда у вас эти деньги? Все говорят, что у нас нефть. Пожалуйста, привезите любого. Мы готовы строить нефтерерабатывающий завод. Мы дадим вам любой территории. Дадим возможность заниматься нефтедон, переработкой, добивать нефть. Нет этого всего. Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти. Это все придуманные вещи, чтобы мы думали о чем-то. Я вам говорю, я ищу уже 7 лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей, переработкой. Без России мы никак не сможем. Хвала Всевышнему, что народ нас додумался, принял такое решение. И благодаря России мы сегодня живем, строим, развиваемся. Тем временем брату Алексея Навального Олегу, уже отсидевшему 3,5 года, хотят заменить условный срок по санитарному делу на реальный. В августе 2021 года суд назначил ему один год условного срока, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Олег, по мнению суда, создал опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста. Это, конечно, посыл от Путина. Нужно уезжать за границу. Transparency International, исследуя уровень коррумпированности в странах по всему миру, представила ежегодный индекс восприятия коррупции за 2021 год. Для России доклад неутешительный. Наша страна со 129-го места в прошлом году в этом опустилась на 136-е из 180-ти, набрав 29 баллов из 100 и соседство рядом с африканскими странами, к чему все, собственно, давно уже привыкли. Коррупция и нарушение прав человека, как говорится в докладе, по-прежнему широко распространены по всей стране. Поправки к принятому закону об иностранных агентах распространили его действия на журналистов и активистов, разоблачающих коррупцию в правительстве. Власть также использовала пандемию COVID-19 для дальнейшего ужесточения контроля и запрета протестных акций. В то время, как уровень коррупции сохраняет прежние показатели по всему миру, ситуация почти в 75% стран Восточной Европы и Центральной Азии за последние 10 лет либо ухудшилась, либо они практически не добились прогресса, демонстрируя порочный круг укрепления авторитаризма, роста коррупции и числа нарушений прав человека. Минувший 2021 год был разрушительным для гражданских прав в Восточной Европе и Центральной Азии. Коррумпированные политические лидеры подавляли всякое инакомыслие от оппозиционных партий до рядовых активистов и прессы. Вместо того, чтобы работать над уменьшением негативных последствий пандемии коронавируса для населения, власти использовали ситуацию для дальнейшего наступления на свободы и права. Последние 10 лет средний показатель по миру остается на уровне в 43 балла, при этом ниже отметки в 50 баллов находятся 2 трети стран. По итогам 2021 года рейтинг стран с самым низким уровнем коррупции возглавляют Финляндия, Новая Зеландия и Дания, а последние строчки в индексе занимают Сирия, Сомали и Южный Судан. Среди государств на постсоветском пространстве рейтинг выше нынешнего среднемирового показателя в 43 балла оказался в Эстонии 74 балла, Литве 61 балл, Латвии 59 баллов, Грузии 55 баллов и Армении 49 баллов. Алексей Навальный прокомментировал внесение его в список экстремистов в России. Сообщили новость, теперь я совсем-совсем террорист, то есть со вчерашнего дня официально внесен в список террористов. Вообще ни капли не удивили. Знаете почему? Потому что удивлялся я вчера и позавчера, когда читал новости о том, что какие-то подручные губернатора Кадырова, человека вообще-то по должности гражданского, чьи полномочия исключают возможность командовать какими-то людьми в погонах и тем более кого-то арестовывать, похитили в Нижнем Новгороде жену федерального судьи и волочили ее басую по снегу, пока ее муж безуспешно звонил в ФСБ, крича «Тут человека похищают!» А сам Кадыров после этого еще и какие-то посты писал со словами «Вся эта семья будет либо в тюрьме, либо под землей». И читал я это все приговаривая. Блин, да не может такого быть! В том числе потому, что вот прямо сейчас передают в суд уголовное дело против меня за то, что я сказал судье фразу «Вы полностью извратили уголовное право!» Только сказал «Никого не похищал, по снегу не волочил!» Но уголовное дело, потому что террорист по глазам же видно и по голосу слышно. Значит, надо в список внести. Путин со своим дворцом за 100 миллиардов рублей честный, скромный чиновник. Его пресс-секретарь с часами на запястье за 37 миллионов рублей. Правдивый и достойный соратник. Те, кто в Чечне уже совсем открыто похищают, пытают и убивают людей, обычные госслужащие с окладом согласно тарифной сетке. Кем же я могу быть в этой системе? Только террористам. Чему тут удивляться? Другой политзаключенный, Андрей Пивоваров, уже 8 месяцев находящийся в СИЗО, впервые за время ареста смог встретиться и поговорить с матерью. До этого дня суд Краснодара и следователи СК неоднократно отказывали Андрею в свидании с ней и телефонных звонках родственникам. По словам мамы Андрея Раисы Тюриковой, свидание стало возможным потому, что прошение о свидании рассматривал не суд в Краснодаре, а Верховный суд. Им удалось пообщаться больше часа через стекло. По словам Раисы, сын не жаловался на здоровье, эмоционально чувствует себя хорошо и получает большую поддержку от соратников, коллег из Москвы Петербурга. Полную историю Андрея Пивоварова смотрите в итогах 2021 года. Ссылка в описании к видео. 26 января у здания Совета Федерации в Москве пациенты со спинальной мышечной атрофией провели массовый пикет с требованием внести их заболевания в перечень высокозатратных нозологий, что позволит получать дорогостоящее лечение за счет федерального бюджета. Сейчас получить лекарство бесплатно есть шанс столько у граждан до 21 года. В пикете приняли участие 10 человек. 32-летняя Анастасия Глебова, страдающая СМА, держит плакат «Я не хочу умирать, я хочу жить и воспитывать своего сына». А 25-летняя Мария Лисовая плакат «Я хочу получить лечение, а не ждать смерти». По словам Марии, ее состояние ухудшается с каждым днем, практически перестала работать левая рука, очень плохое дыхание, голова чаще падает назад. На пикет также вышли родственники Петра Воротынцева, Никиты Халецкого, Зарины Бадоевой и Дмитрия Тишунина, которым диагностировали СМА. В Москве необходимое лечение не получает ни один из взрослых со спинальной мышечной атрофией. Региональные власти также не закупают для больных лекарства, ссылаясь на нехватку бюджета. Кстати, многие наверняка помнят истории двух ребят с СМА, которым помогали со сборами на самое дорогое лекарство в мире Залгенсму, один укол которого может вылечить от болезни и стоит сейчас после уменьшения цены 121 миллион рублей. Косте Каткову удалось собрать эту сумму еще в декабре прошлого года. Марк Угрихелидзе в процессе, сумма подбирается к 92 миллионам. Будем следить за развитием событий. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ